Сотрудники банков, представители пенсионного фонда, Деды Морозы и даже маги-целители. За кого себя только не выдают интернет-мошенники для того, чтобы поживиться за счет доверчивых лангипастцев. С начала нынешнего года общая сумма ущерба от киберпреступлений составляет более 700 тысяч рублей. Год назад эта цифра едва достигала полумиллиона. Также вас должно насторожить требования предоплаты за покупаемый товар. В последнее время онлайн-аферисты активизировались в интернет-магазинах. Иногда они в сети предлагают баснословный выигрыш, например, внедорожник последней модели. Взамен просят назвать реквизиты банковской карточки. Ну а далее классика жанра. Со счета молниеносно списываются кровно заработанные. Полицейские лангипасы обращают внимание горожан на следующий факт. Ни один банк не имеет права требовать информацию о банковском счете либо пластиковой карте по телефону. Делать это дистанционно запрещено. Если же все-таки это происходит, скорее всего, с вами по интернету беседует не сотрудник банка, а очередной онлайн-аферист. Несмотря на широкое освещение этой проблемы, лангипасцы продолжают вестись на уловки интернет-мошенников. Некоторые, наверное, ведутся от того, что у некоторых недостаток средств, и падают на это некоторые азартные люди. Все остальное, если все нормально дома, значит и дыша все нормально. Потому что проблема у людей. Нужны деньги, например. Доверчивый, Ваня. Но я больше ничего не могу сказать. Это надо действительно, наши люди только с опытом это все узнают. Увы. Стражи порядка лангипаса отмечают, за последние три года количество случаев интернет-мошенничеств выросло в разы. Процент раскрываемости таких преступлений практически нулевой. Наверное, самая лучшая профилактика – бдительность и понимание того, что сыр бесплатным бывает только в мышеловке. Никита Рогозин, Олег Басарыгин. Специально для новостей.